приветствовать рассказик давайте я вам расскажу про семён семенович почему семенович ну знаете вот помните бриллианты в руке почему главный герой назвали семена бэкономист из главы рыбы обычный человек да 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 вот у вас тоже есть такие знакомые думаю даже много знакомых но знаете читаете forbes и указали сегодня еще вы вряд ли встретите в таком гламурном ресторане на печерских холмах и тоже не встретить если он бы увидел счет за кофе в этом ресторане что это за мечта 7 7 ночи вы никогда не встретил фитнес-клубе не на ней они 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 он конечно может поговорить какой он муляет какой фитнес-клуб это нереально а где будете встретить после подъезда да он тут как большой специалист обсуждать может ну соседом может даже с вами по поводу того что этот гад не там поставил машину теперь выехать нельзя цену на бензин тоже ну на шашлыках да на шашлыках семена семена чего не просто увидите блистает поднимает тост чтобы все стояло ну и соответственно все остальное да сам сам обычный человек сам обычный и жена свет но опять же вы скажете да 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 женщина ну даже можно сказать бальзаковского возраста но честно говоря как-то бальзаковская это другое не определенного почему ну понятно что она не молоденькая девочка но никто так вот чтобы сказать сколько ей сложно сказать просто просто женщина как правило такие женщины наверное это обидно может и не обидно вы не замечаете просто не замечаете даже если спросите а вы видели свет если наряд возле вас сидел не помню ну потому что да двое детей двое детей всеми а почему 7 8 не может быть детей есть но оля старшая дочь и коля чисто случайно назвали не специально так просто получилось там по большому счету действительно когда имена выбирали то мама очень хотела дочку назвать воля а коли как-то сам по себе образовался и там обычно семья до живут двухкомнатной квартире и тонко спальный район покупали кредит вообще по большому счету ну давайте так смотреть да иван семьянович какие цвета с одного ну давайте так называлась это поэта и называется село самобычную большое село которое называлось поэта а я закончили школу даже скажем так они встречались ну не очень на светом три года младше поэтому в школе это не встречается в школе типа это большой маленький в этой причине да и не особенно а потом уже подружились полюбились и свалили киев ну потому что ну как вам сказать да родина киев киев пережили 90 чем такой 7 ночи не занимался забыл сказать техникум закончить цвета тоже технику еще как бы заставить времена но 7 ночи на базаре работал и грузчиком работал таксистом работал даже фуры гонял настройки работы но сделал карьеру не не опять высказываете форбсе не форбсе и они но смотрите есть один такой довольно логический склад то есть был аранж предприятие там собственник отжал сделал логический склад сделал там ужин терминал и там есть цех по изготовлению металлических изделий вот начальник цеха так сказать да да вы скажете ну ну не директор нет он не директор но его починие там есть сотрудники которым он может как бы вставить по первое число ну и по большому счету как вам сказать определенное уважение его там никто съемочкой не называет семян семяныч какой семочкой он тут покажет так и не скажу что так уже плохо платит но всяком случае относительно недавно взял кредит кредит купил новую honda новую именно новую опять же кто-то скажет ну это ж не мазарати нет это не мазарати но вы же понимаете когда он с соседом беседы моя может есть о чем поговорить я носите на автомобиль причем ну хорошего класса хорошо сделан кто вам сказал что он плохого класс хотя да 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 канал начинал это же запоролись был серьезно вот когда еще девяностые там на базаре да возил запоролись товар было было что и живленок убитый был все было бы но теперь honda honda завидуйте не ну класс класса ну новая вот новая она есть новая потому что старая ребята как вы ее не хвалите старая она все-таки старая и все хорошо но есть одна проблема . девочки почти 6 на 15 полу 16 полностью отбилась от рук полностью раньше есть хотя бы ну мама как-то могла а папа послушалась нет это что раньше как он только скажет сейчас вообще это это просто кошмар подружки подружки только с ними причем такой вытворяет что ужас ужас он сколько раз играл чтобы она это не видевала сколько раз почему он не покупает подружки поносить ужин да в этом стыдно выйти куда школа чёрт возьми смотреть как можно в таком одежде идти в школу это ж матьюкаться ну что ну и мать тоже нет чтобы объяснила дочери что в таком виде ходят только ну как может палатин голоса палец сколько раз семя семян и дочери давал есть десять часов вечера до уже одиннадцать она где-то шляется с подружкой ну а это уже не но на это просто ах дочь ах дочь сын тоже смотрит на старшую ну там разница то между ними почти четыре года он смотрит на старшую сестру тоже сам не не они не не ни один не не а вот другу друзья 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 чё тут прошу его чем он занят пошел с друзьями что это занят отец сказал надо с пастырных в мобильниках сидят кто это мне пишет и делает мне чтобы поговорить с матерью или с отцом ну раньше ведь ну как бы время от времени вместе телевизор посмотрим пообщались сейчас разбегались доходит до того, что приходится им самостоятельно обедать их нету постоянно ну как выходной день они или в компьютерах сидят или в друзьях ну как да разве мы их годы такое позволяли да разве можно было бы мы ж родителей то уважали вот Семен Семенович уважал родителей своих Светочка, всегда слушались всегда прислушались к их мнению, делали так как они просят уважали, не занимались всякими безобразиями а действительно думали о будущем ну про будущее то вообще нету будущего абсолютно но он спрашивал свою Олечку Олечка ты думаешь как закончить школу чтобы у тебя были хорошие оценки ты могла поступить в институт а она говорит меня это интересно как ну как девочке должна быть цель в жизни хорошо закончить школу а у нее цель пойти по традиции подружки ну разве это возможно спрашиваю сына как учишься отец это он отцу 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 вообще совсем эти от рук отбелись полностью отбелись не а мы свет и таки нет ну мы что вот помним как мы учились переживали за оценки хотели чтобы было получше действительно смотрели чтобы можно было что-то достичь да да мы свет и ну действительно как бы старались чтобы закончить школу чтобы ну все-таки получился техникум закончили но мы что ведь хоть какого-то уважения аж было понимание цель в жизни а у них ничего нет ничего гульки в голове и все короче Семенович расстраивался 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 и решил спасать семью потому что он понимал так если сейчас он полностью запустит и Олю и Колю все ничего с них не выйдет ничего ничего пропадут пока еще не поздно пропадут надо срочно срочно что-то делать Семенович решил едем на родину чтобы вырвать детей из этого кошмара Киева с этих друзей с этих чтобы они действительно могли пожить в нормальных условиях пообщаться с нормальными людьми чтобы мозги хоть немного им правили чтобы они подали что должна быть цель в жизни цель в жизни должна быть правильная он сказал свете света что-то не очень восторгивала но тут может связано с тем понимаете какая ситуация так сложилось так сложилось что родители светы царственные небесные убрали и по большому счету у нее там с родственников остались какие-то там двоюродные троюродные тетки дядь вот такое у Семеновича отец тоже умер царством небес но мама осталась и она живет ну то есть там даже так остался дом где в свое время родился и вырос Семен Семенович там мама и там же живет ну давайте так скажем почти двоюродная сестра там со своей семьей и своим мужем ну просто так получилось что договорились что она там типа как бы присматривает за мамой ну и вроде бы как квартирует что ли ну все-таки и честно говоря Семен Семенович очень давно не был на родине ну все это наверное еще и больше ну понимаете как-то так мама время от времени конечно и писала что приезжая сынок приезжай ну все занят ну работа тут работа плюс ко всему как-то так складывалось вот пару лет назад они в Турцию съездили ну потом заграница потом еще конечно получалось ездили там и в Одессу и Крым если был как-то село 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 ну да да родина конечно это же родина может быть конечно и поговорил Семен Семенович ну я говорю дети против дети против никуда не хотим мы хотим в Киеве самый лучший ну это понятно ну что если сейчас не вывести толку не будет Светлана как-то так не в восторге ну может может не это Семен Семен когда маленькие были да как-то ездят а потом вообще то есть они там ну не знаю ну наверное последних лет 10 дней были что-то если не больше и поговорил подумал случай да не не случай событие событие которое действительно вот и Семен Семенович пошел выносить бедро с мусором да-да-да вот выносил ай ну что выбросился и оп глаз засек разорвает та пачка резерватива как посмотрел он как пришел домой как сделать скандал Оли такой что Оля в слезы рыдать закрыл там вообще Коля убежал с дома это то пыталась Коле то Коле то Семенов ужас не ну Семенович ну как бы помнил когда последний раз пользовалась презервативом это причин когда увидел разорвутую пачку мягко и после сказал все едем на родину хватит хватит этого Киева этого спасать нас спасать немедленно дети немедленно собрались сели в машину загрузили подарковые всего поехали приехали на родину ну да бабушка была очень довольна тем более ну что называется она уже не узнала своих внучат но очень давно не были да и бабушку честно ну понимаете как если бы они жили рядом да так они слышали про бабушку бабушка что там такой далекой ну соответственно родственники довольны приехали стол накрыли отметил тут уже и Светочка так сказать подобрела Семенович дети еще больше расстроились ну как сказать нельзя сказать что они уже очень невоспитаны но бог свидетель и да да Семенович предупредил увижу рука мобильная отберу они честно немножко вот так сказать отны испугались догадывались может это брать по этой причине они ныкались ну и с большим трудом сидели и терпели когда им рассказывали о том почему они ни пельмес не знали им ничего ужаснее когда сидят за застолье уже подвыпившие и начинают грузить детей воспоминания про каких-то тетях каких-то матрён каких-то марк которых они не знают которые мне не интересны даже когда они рассказывают про каких-то там что это женилось это вышло замуж но никто же их не знает так что если Семен Семенович был доволен ну хорошо стал накрыт ну хорошо ну Света тоже как бы так подгорячала подгорячала ну после рюмочки другой то дети были ну по мордашкам было в отношении терпят с последнего но терпеть надо терпеть надо ну дальше что дальше ну естественно Семенович начал ездить своим семейством по гостям ну вот это вот тетя дядя второе трое родное тем более ну вот какое развлечение может быть в селе просто приехали какой телевизор так что да он и пошел там первое там типа тетя от этой леди дядя от этой леди третья не ну тем более везде где приходили поляну накрывали рюмочку ставили тем более ой а самогон а разве это водка водка ты чушь от самого там даже когда так ну какие-то одноводки были ну приблизительно как Оля или Коля но опять же ну даже если их там типа пообщайтесь молодежь о чем ну о чем ну и то ли эту девушку ну первый раз она начинает рассказывать про какие-то сельские сплетни а она вообще не понимает о чем это сплетни то есть ее то не касается ну Коля тоже там ну смотрите какого-то пацаненка он тоже рассказывает про какие-то там ихни сельские приколки какие-то развлечения но но это тоже не понимает то время когда его друзья там и воли и пообщаться хочется и поговорить по построну не дай боже увижу сидите в мобильниках поубиваю что остается делать ну и сидите связь то прошивенькая там сели чтобы кое-как немножко позвонить можно и все и то с перебойчиками пытка не то слово пытка да если ты вырываешь молодого человека из его окружения и не понимаешь куда он попал испытание испытание ну зато да да действительно теперь уже когда они пообщаются с местными осознают близость родины осознают насколько они неправильно жили возьмутся за учебу будут самые талантливыми сделают блестящую карьеру ну так приблизительно Семен Семенович думал не знаю почему как его мозг мог такую глупость вытворить ну вытворил ну по большому счету Семен Семенович был очень занят гулянка одна вторая там рюмочка ну ребят так что настроение было и вот как часто бывает в таких моментах всегда что-то должно еще произойти ну если все все хорошо должно быть что-то прикольное прикольное произошло произошло Семен Семенович беседует с очередной там тетей которая приходится там в правой третий родственниц так дальше родственница точно понятно немножечко подогрелись и тёточка по-дружески говорит ой твоя колика так похож и называет имя серёжа вот этот серёжа вместе с свет учились в классе помнит понятное дело серёжа сказала и забыла серёжа тэй тэй семенович вроде бы как бы забыл ну сказали ну 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 как бы знаете червячок засел и хотя вроде бы семенович был так сказать и подгорел тэй тетя тоже была нетрезвенькая ну зато не сразу задумал спустил свету вот помнишь ты эту серёженьку так какой сергутин в классе сколько было ну ты всех запомнишь не ну напомни да ну да учились было было а где он сейчас ты чёрт его знает никто ну может уехал может живёт чёрт он говорит чей как-то ну выбросить с головы нет а оно залезло в голову залезло вот залезло голову всё и уже даже вторая голянка стол накрывает всё а вот какой-то такая мысль она забегает и пробегает забегает и пробегает и тут так сказать общается рассказывает какая у неё крутая машина вы представляете он приехал всего на довольно ну дорогой машине по ихним меркам это очень дорогая машина ну всё-таки основная масса людей доходы значительно меньше тем более когда Семенович говорит начальник цеха круто 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 квартира в Киеве так что это да в глазах односелент олигарха и вроде бы всё никак никак даже соблазн возник Семенович может смотреть на это Сергея ну конечно он у неё там помнит но она всё-таки не рискнул но как чёрт начал просматриваться свои мусы чего ну он же видел просматриваться вот там это чего чего что испорчен был отдых ну ещё скажем так пара деньков Семенович выдержал потом говорит не не всё-всё едем домой хватит там это самое дети были довольны до удрения ой то есть Светлана по большому счёту тоже довольна потому что ну недельку там да попьянствовали ну вторую ну сколько же можно господи пора бы уже честно вернулись домой ну и начали жить всё нормально а тут даже не скажу очередной ну Олечка поздно пришла опять же всё как всегда сказала я пошла до подружек уже 9 10 11 нет ну естественно звонит подружки телефон не отвечает приходит Олечка так ближе к 12 ну видно что вино наверное пили 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 ну папа шучу о он скатал затеял и тут света начал заступаться за дочь типа чего ты ну девушка взрослая да говорит ну она была там на гулянке ну то есть объяснение какое было там скажем встреча подружек они да решили себе по рюмочке выпить ничего такого все ну засидели заболтались ну и не более чем причем почему бы нет девушка тоже считаю уже почти взрослым сейчас 16 17 школу заканчивают что вы еще хотите рюмочку нельзя тем более с подружками что-то такое посидели девушки нормально себя расслабились ничего лично и света начал защищать дочь ну в конце концов ну ей же что не пять лет ну что ты честно слово ну в конце концов это семян сорвался вот все что там вот это в него там голове крутило все какие-то мысли там эти все это тетка с этими он свете в лица и про тетку и про колю и про сервежу и про то что он подумал и то что он передумал попал ну тут еще из-за чего ситуация там был такой момент когда Олечка была маленькая родители света еще были живы она ну как бы действительно ну сидела у родителей ну там ее допустим а семейн семейнович ну работал в Киеве день зарабатывал на квартиру такое было и вот конечно семейн семейнович может не самый большой специалист этих начал считать высчитывать месяц и какие даты день рождения Коля ну насчитал кое-что причем насчитал с точки зрения своих попал попал ниш и знаете может быть скандал бы закончил ой господи кто не ругается дело житейское все закончено за пару дней до этого скандала смотрел семейнович фильм и там короче фильмы был сюжет что для того чтобы установить отцовство использовали антический код детектив какой-то шести потом как бы башке это осталось вот во время этого разбора во время этих скандала он и вывалит вот ты такая ну дальше все мы как бы опускаем потому что нам столько было сказано что такая и для того чтобы вывести на чистовозу давай делаем генетический код чтобы проверить все закон все правильно кто тут прав и ну передать всю грубость все оскорбление всю невозможно вот понимаете скандал там ночевая глупость вот это требование отцвет чтобы сделать генетический код детей это знаете такая как бы ну даже не пощечина а такое максимальное скобление может быть если бы этот не сказал скандал скандали успокоиться но это я так понял вот тот момент когда уже в свет что называется предел терпения закончился она сказала давай все то есть уже было понятно что это предел истерики на второй день ну понятно что вы как понимаете ночь прошла догадываетесь поехали в поликлинику сдали тесты на генетический код стали если подзабыл ну смотрите тесты разные есть тесты более ускоренный медленно так дальше ну когда уже посмотрел сколько стоит выбрать самый дешевый самый длительный месяц тест делали ну ребята вы хотите быстро влекаться ну извиняйтесь не деньги все таки тут уже когда таки немножко стоп 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 не давай так а как любые скандалы вы же понимаете как ну да неделя первая конечно что называется не разговаривали не дети не жена но потом начали отходить немножко успокаиваться еще ну что скандалы не видели что ли в конце конца скандалы делали нормальное любляться скубляться прошел месяц так знаете подзабылось ну уже забылось скандал тем более после этого появились новые не были новые скандалы дубить что масштабы были ой можно подумать в жизни ищет такого фото и закончилось так уже что называется пошла смс напомнили тест готов пошел забрал прошел забрал ну конечно почитал когда он ехал домой ну мысли у него были очень интересные очень интересные не пересказывать бессмысленно ну знаете вот когда человека в голове роятся невероятные мысли которые мешаются уже что-то с реальностью фантазии тут же прискать невозможно приехал пришел до света ну вот по выражению лица или по его можно было подумать что сейчас он ее убьет она сказала только одно слово ну что узнал он расплакался да да мужик который мужику который уже за 40 разрыдался как ребенок как ребенок хорошо что детей дома не было потому что представляю к нему было бы стыдно но он расплакался за что как что ну света ему и рыдающим рассказал нет он не рассказал она и напомнила она напомнила что когда еще они встречались когда он приехал типа вот я такой крутой малый там уже застолбился так дальше она же ему говорила что ну поехали я тоже хочу уехать в Киев но замуж ну давай не будем расписываться просто уедем а дальше посмотрим сложится сложится не сложится разобежимся ну ты ж настоял что обязательно свадьба чтобы там всем селом гулять чтобы все видели нет нет хотя предупреждала просила не надо вот давай едем то есть да света хотел вырваться ну и в она исходила как что ну вот Семен может помочь ей вы выехать то есть обосноваться ну а дальше будет да сложится ну будем же мужем же не сложится но разбежимся дело она им с самого начала говорила что ну не надо ну непонятно да да ты ну знакомый да живем в одном селе да учились в одной школе ну сказать чтобы она его любила или желала ну она честно сказала ну давай без свадьбы давай ну поедем а дальше посмотрим нет он на самом деле не обязательно стоял да ну действительно так получилось что ну тяжеловато молодым людям было жить и угол снимали ну то есть в 90 все было ну ой света ему тоже напомнила что ну смотри ну у нас же как-то ну там не очень-то ладилось и и было понятно что мы лучше разойтись пока детей не было да ну но вместо этого да нет вот эту надо чтоб так что так что Оля действительно это любимая дочь ну вот любимого человека но это не Семен не Семен потому что ну Света был другой человек и она и хотела другой ну Семен там нет ну вот мы семья мы должны вот и все хотя ему намекал давай ну мы расписались можно обратно да нет что скажут а что наши родители скажут что все лески да какая разница ну вот вот и что что же про нас подумает хотя он им предлагал давай расстанемся давай расстанемся ну перс нет ну да действительно уволен от любимого человека родила от любимого который ей нравится ну а Коля говорит ну да школьная любовь она сидит ей скучно село маленький ребенок ну да действительно а что ты это жизнь насчет разорвутой пачки от прозерватива это тоже ее глупость конечно ну бывает бывает она сумочку открыла и пачкает презерватива как можно было так по глупому ее туда засунуть вот она мусор на ведро выкинула ну с расчетом типа мужу там мусора много не заметит и нет чем подумать что ну не надо ну просто она прикинула что если муж сумочку видит разорвутую пачку от презерватива ну это некрасиво это да 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 это причине выбросило но не подумал так что воля тут точно ни при чем абсолютно не стоит вот такая получилась беседа знаете как в этом фильме знаменитом не будите пящую собаку вот здесь то же самое а еще больше никогда не стоит миф превращать в реальность да да вот эти мифы о том что вот тогда в те времена было лучше это миф еще больше миф о том что а вот там живут святые люди которые это тоже миф а вот если это тоже миф ну и честно говоря ребята ну родина ну родина это там где ты живешь почему Семен Семенович какой-то сформался миф что вот там ну да когда он был молодым когда он был ребенком это был его мир но у его детей совершенно другой мир совершенно другие друзья совершенно другие увлечения и по этой причине им чужд ну детский мир отца абсолютно чужд они ее не понимают если думают что он привезет их туда они что-то там рассмотрят что кроме пьяного застолья кроме разговора сплетен местный что там может быть что абсурд это вообще кто сказал что дети плохо живут или не понимают цели жизни ну если ее цель жизни была вырваться с села да но у детей цели другие ну потому что ну куда любят вырваться ну и в другие цели почему бы нет да будут и что-то сделают и ничего не сделают ну это как уже получится в любом случае понятно что их цели не может выпадать так само как и эпоха меняется а то обстоятельства что в семье бывает невероятное событие которые остаются за кадром или остаются в шкафу скелеты в шкафу тоже недаром придумали они существуют может не стоить их доставать даже если очень очень хочется ну и Семену Семеновичу захотелось достать скелета шкафа а заодно разбудить спящую собаку все он это сделал закончилось так как и должно закончиться абсурдно бессмысленно потоки события которые сам же Семенович и спровоцировал а на этом рассказе заканчивается благодарю за внимание пока субтитры